Сегодня Госдума России рассмотрела во втором и третьем чтении изменения в законопроект о ветеранах. Изменения предусматривают распространение статуса ветерана боевых действий на военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в республике Таджикистан в 92-м и 97-м годах. Эти изменения касаются 33,5 тысяч россиян. Какими соображениями руководствовались парламентарии, рассказала депутат от Чувашии Алена Аршинова. Для меня очень важно, как для дочери военнослужащего, которая проходила службу вместе со своими сослуживцами, не выполнявшего боевые задачи в республике Таджикистан, в указанной законом период, что они смогут получать удостоверение ветеранов боевых действий. Сегодня мы полностью во втором и третьем чтении приняли закон о ветеранах, в части распространения статуса ветерана боевых действий на военнослужащих, которые выполняли особые задачи по восстановлению мира, поддержанию правопорядка, обороне конкретно таджикской афганской границы. Потому что там ставили задачи по стабилизации обстановки, охране и обороне важных гособъектов, когда было чрезвычайное положение и вооруженный конфликт на территории республики Таджикистан. И поэтому, конечно, очень важно, что эта проблема решится. Я еще эту проблему поднимала перед министром обороны Сергеем Кузьгевичем Шойгу еще буквально два года назад, в 2013 году. Очень здорово, что они нас поддержали. И сегодня мы практически единогласно с коллегами проголосовали за этот закон. Конкретно группа депутатов в том числе и я работали над тем, чтобы этот закон был принят. Поэтому я знаю точно, что это важно в том числе и для республики Чувашия. Ко мне приходили молодые люди, которые говорили о том, что не отслужили там вот в это время. И, к сожалению, пока что не могут добиться получения удостоверения ветеранов боевых действий в связи с отсутствием соответствующих записей об их участии в боевых действиях. Конечно, мы проработали этот вопрос и тогда поняли, что, во-первых, таких записей не могло и быть, потому что это были задачи и секретные. А сейчас, собственно, эта несправедливость уже можно считать, что устранена. Но, конечно, эту тему нужно довести до конца, потому что будем считать, что задача будет выполнена, когда все 23 тысячи военнослужащих России, которые до сих пор не могли воспользоваться этим правом, получат такие удостоверения. Данный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. Продолжение следует...